В начале второй части у меня небольшое объявление. В чикагском издательстве Багрин Кампани вышла из печати моя книга «Нью-Йорк. Город и люди». На страницах вы узнаете, например, почему миф о покупке у индейца в остров Манхэттен не имеет да не мог иметь ничего общего с действительностью. Вас может это удивить, но французские пираты однажды помогли евреям поселиться в Северной Америке. Вы узнаете, каким образом голландский Нью-Амстердам превратился в британский Нью-Йорк, при каких обстоятельствах родилась американская свобода прессы. Что означает выражение «декларация независимости была подписана чернилами Филадельфии и кровью в Бруклине». Мог ли Нью-Йорк оставаться столицей Соединенных Штатов и почему ей стал Вашингтон? Где родилось первое пароходное сообщение и почему систему взаимозаменяемости, без которой невозможно машиностроение, долгое время называли американской. Как массовая ирландская эмиграция в середине 19 века изменила город и почему время бурной индустриализации, наступившей после Гражданской войны, получило название «Позолоченного века» и многое-многое другое. Узнавая историю Нью-Йорка, вы точнее поймете его настоящее и вы увидите его будущее совсем другими глазами. Книгу можно найти как в интернет-магазине lulu.com, так и в магазине Санкт-Петербург на Брайтоне. Вы там можете снять книгу с полки, перелистать ее страницы, посмотреть иллюстрации, их более 100, и окунуться с головой в историю великого города. Ну а если вы решили приобрести на lulu.com, то выйдя на сайт, вы увидите 6 подразделов «Products», «Pricing», «Create», «Sell», «Resources», «Bookstore». Кликните последний «Bookstore» и затем в появившемся окошке напишите «Нью-Йорк», «Город и люди», а даже можно проще «Наксон». Нажмите на клавишу вашего компьютера «Enter» и книга перед вами «Lulu.com». Ну а теперь мы возвращаемся к нашему разговору. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы эфире. Добрый день, Алексей. Я, кстати, в интернете нашел, меня просили, первые 40 страниц вашей книги есть в качестве этого. Вот люди могут тоже ознакомиться. И, кстати, меня одна знакомая, 90-летняя бабушка, которую уже не видит, читать спрашивала, хотела у вас спросить, есть ли ваша книга в аудиоформате. Ну это так. А по вопросу, смотрите, мне кажется, что ни у кого нет сомнения, что русские люди, они по сути, свои националисты. Но русский национализм, он включает в себя как составную часть малоросов и белорусов. Это как бы, нету с ними даже возможности спорить, сколько украинцы не пытаются доказывать, что они другая нация, они вообще не финно-угорские, а, не знаю, там, шумерские или еще какие-то. И поэтому, мне кажется, русский народ, вот сам, сам по себе, он никогда не простит Путину, если там будут какие-то начатые военные действия. И даже если сразу будут ликовать, то обязательно ему вспомнят. И мне кажется, что Путин этот фактор учитывает. С другой стороны, я последнее время смотрю в интернете, все ищут эти скопления войск, и говорят, что это нет, это очередная придумка разведки. И что да, учения были, да, при граничной области в России всюду, у них более присутствие военных частей, чем в середине России. Но они не верят в это вот. Люди говорят, что покажите мне, посмотрите, я не знаю, в твиттере полно людей. Говорят, покажите мне, покажите. Сегодня есть спутники, понимаете. Сегодня нельзя сказать, что Россия плохая скопила там против рыдной неньки. Покажите. Никто не показывает. Кроме того, смотрите, вся история, мне кажется, она исходится из того, мы забываем о том, что именно дискриминация русскоязычного населения привела к этому. Когда Союз развалился, все же очень радовались. Все хотели быть самосинными. Украина была 52 миллиона населения, и все туда хотели даже переезжать. В этом году только миллион украинцев получил русское гражданство. Вообще их там уже 12 миллионов. Из 52 миллионов, вот, кстати, меня интересует вопрос. До президента Трампа Гугл говорил, что население Украины 28 миллионов. Сейчас вдруг, как только Байден стал президентом, на следующий день Гугл исправился, сказал 38 миллионов. Откуда взялись 10 лишних миллионов? Понимаете, там такое уменьшение населения, такая жизнь. Если сейчас Путин скажет, объявите референдум, я вам дам русские пенсии, да они побегут все голосовать. Понимаете, за исключением. Действительно. Лома, давайте я попробую вам ответить. Знаете, вы сказали уже очень многое. Что касается спутниковых фотографий, срезвычения русских войск, их предостаточно. Они есть абсолютно везде. И за разные периоды времени, там вы можете увидеть парки такие, и танков, и бронетранспортеров, и автомобилей, и так далее, и так далее. Это все есть, это вообще никто не оспаривает, за исключением ваших приятелей. Но вы знаете, у каждого свои приятели. Что касается истории Украины и истории России, то да, история непростая. И был такой период, который стартовал после период Совского Рада, когда Украина стала официальной частью московского государства на союзных условиях, а потом стала просто частью Российской империи. Был и такой период, но был и другой период. Был 1918 год, когда была создана Украинская Народная Республика, была объявлена своей независимостью. И это новый период в истории Украины. Но это даже тоже не столь важно. А важно другое. Важно то, что украинцы стали нацией. Они понимают, что они нации, у которых есть своя культура, свой язык. И самое главное, свой путь в истории. Это суверенная страна. Вот смотрите. Значит, можно посмотреть последние данные по численности народонаселения Украины. Что-то порядка 40 миллионов, 38 миллионов. Но после того, когда отошел Крым и отошел Донбасс, то подавляющее большинство жителей Украины считают себя именно украинцами. И вот это очень важно. Понимаете, вот этот очень важный момент, кем себя люди сами считают. И они считают, что и у них своя дорога. Они ни на что не претендуют за пределами госграниц Украины. У Украины нет претензий к соседям. У них нет претензий по поводу каких-то территорий или по поводу чего угодно. Они просто хотят жить сами в своем доме. Больше ничего. И они не хотят, чтобы им кто-либо указывал, как им жить в своем доме. Вот и все. На мой взгляд, это так просто, что тут даже сложно с чем-то спорить. Просто как любой народ, который осознает себя народом, он хочет жить так, как он хочет. Опять-таки, не претендуя ни на что за пределами своих границ. То есть, это абсолютно мирная нация. И они хотят жить, как они хотят. Что здесь такого сложного? Как любой народ. Ничего не особенного. Здравствуйте, вы эфире. Добрый день. Добрый день. Добрый. Я хотел бы напомнить и обратить внимание на некоторые факты. Несколько сотен тысяч людей в Донбассе получили российские паспорта. И не добровольно, а насильно. Они ведь даже на работу не могут устроиться, не пересечь границу. Они вынуждены были взять русские паспорта, как и в Крыму. И даже говорить об этом. Как может вернуть Украина Донбасс, когда там сотни тысяч российских граждан? Ну, это практически невозможно. То есть, Украина поставлена, даже нельзя сказать, какие условия. Но они невыполнимы, по сути дела. Второй вопрос я хотел сказать. Люди, которые не понимают значения, они говорят, ну что с того, что Украина предоставит российскому языку государственный статус. Они почему-то не обращают внимания, что Путин действует строго по гитлеровским лекалам, который говорил, судеты, немецкий язык, там живут немцы. Так это же наша территория. Точно так же вопрос языка, это не гуманитарная какая-то миссия. Это вопрос безопасности государства. Ну и третье, я хотел сказать. 22 числа прошлого месяца России исполнилось 300 лет. 300 лет назад, в 1921 году, Пётр I прозвучил московское государство империей, назвал Россией себя императором. Никогда до тех пор русской нации не было. Это финно-тюрско-угорская цивилизация. А Украина, это Русь, это Русины. Украинцы это немножко искусственное название, которое уже сейчас нельзя отторнуть. Точно так же, как Белоруссия. Никакая она не Белоруссия. И не белорусский народ. Это Литвины и Великое княжество Литовского. Москва придумала эти названия для того, чтобы иметь право найти земли. Вот всё, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Но я помню, что в отношении русского языка, когда вот тогда очень активно в 2015-2016 году обсуждались Минские соглашения, вот тогда, по-моему, был достигнут компромисс. Донбасс, что да, на территории Донбасса российский язык будет главным, что на русском языке будет проводиться всё дело производства, обучение в университетах, ну и так далее, и так далее. По-моему, на мой взгляд, это был очень хороший компромисс. Это именно чисто компромиссное решение, которое позволял двинуть весь процесс вперёд, потому что однажды именно вопрос языка и был той искрой, от которой полыхнул Донбасс. Поэтому, на мой взгляд, компромисс возможен именно на этом направлении, направлении языка. Это, на мой взгляд, вполне реальный компромисс. И так тогда и говорили в Киеве. Ну, что будет сказано сейчас, подождём до завтрашнего дня. А сейчас мы можем продолжить наш разговор. Здравствуйте, вы в эфире. Ну вот смотрите, вот тот компромисс, на который согласились тогда вот осенью 2015 года, по сути, он для Донбасса вот определял такой федеральный статус. Вот это были бы действительно некие федеральные земли с очень своим развитым самоуправлением, с русским языком, со своей системой налогов. Всё-всё было бы на федеральной основе. Этот компромисс тогда обсуждался очень активно. Это был 2015-2016 год. Я думаю, что это вполне возможное решение этой проблемы, при условии, что Донбасс будет в украинском законодательном поле, при условии, что граница, которая проходит вот там, будет контролироваться украинскими пограничниками. И самое-самое главное, что с территории Донбасса будут выйдены все иностранные военнослужащие. На мой взгляд, это некое направление для решения этой проблемы. В общем-то, тогда казалось... Что-что? Только таким листом? Только федеральным листом? Ну да, это, на мой взгляд, абсолютно реальное решение этой проблемы, решение проблемы Донбасса, или, как говорят, внутриукраинской проблемы. Вполне реальное, спасибо. Да, это называлось тогда особым статусом Донбасса в этих соглашениях. И во многом Киев готов был пойти на то, чтобы предоставить Донбассу этот особый статус, при условии, подчеркну еще раз, что Донбасс находится в законодательном поле Украины, что из территории Донбасса выведены все иностранные военнослужащие, и что граница контролируется украинскими пограничниками, в общем-то, как в каждом суверенном государстве. Вот и все. На мой взгляд, очень простые условия. И если российская сторона всерьез заинтересована в решении этой проблемы, то почему бы не пойти на этот, на мой взгляд, очень разумный компромисс. И вот тогда, тогда бы вся напряженность, которая существует в этих отношениях, была бы, на мой взгляд, снята. В этом контексте очень важно, как пройдет завтрашний разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. У меня такое ощущение, что Джо Байден поддержит традиционный американский курс на то, чтобы именно эти условия были соблюдены, чтобы все иностранные военные были выведены с территории Донбасса, чтобы была выведена тяжелая техника, чтобы граница контролировалась украинскими пограничниками, и чтобы Донбасс вошел полностью в законодательное поле Украины. Вот тогда, по прошествии, может быть, шести месяцев, может быть, девяти месяцев будут проведены выборы, и с того момента Донбасс становится, пусть на особых условиях, но по-прежнему частью украинского государства. На мой взгляд, абсолютно разумный компромисс. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы эфире. Здравствуйте. Я вот хочу ответить этому мистеру, который переживает очень за российские пенсии. А за американских пенсионеров он не переживает. Например, я по себе могу сказать. Я получаю пенсию, 25 лет отработала, получаю пенсию, и полностью ее отдаю за квартиру. Вот и все. Так что пусть он за них не переживает. А, конечно, ему хорошо, он имеет восьмую программу или субсидированную квартиру, то, конечно, у него деньги есть. А у меня их нету. Спасибо. Вы знаете, я бы просто вам посоветовал, учитывая очень сложное ваше материальное положение, все-таки попытаться с помощью социальных работников записаться на программы, которые дают субсидированное жилье, потому что, как вы описали, вы имеете полное право на субсидированное жилье. Абсолютно полное право. Поэтому не отчаивайтесь, вы можете добиться этого, если вы приложите определенные усилия. И у вас будет какая-то относительно нормальная жизнь, когда у вас будет так называемое субсидированное жилье. Хотя это выходит за рамки этой программы, но тем не менее, думаю, что эта проблема может быть решена. Здравствуйте, вы эфире. Добрый день, Алексей. Мне непонятно одно, почему Россия называется Ведеративная Республика. Там же вертикаль власти. Над каждым губернатором есть представитель этого нашего президента. Кроме того, когда-то Татарстан имел какие-то преимущества. С приходом Путина убрали это. Когда Чечня хотела получить федерализироваться, она получила одну войну при ближнем президенте и вторую войну при Путине. О какой федерации может идти речь? Почему этот Путин, этот бандит и вор требует от Украины федерации, когда сама Россия абсолютно не федеративная республика? Ну, в общем-то, она действительно была федерацией при Ельцине, а потом, как вы правильно заметили, все это было демонтировано. Да, спасибо. Там говорят только о том, что существует вертикаль власти, нет выборов губернаторов и так далее. А во Премьерной Ельцине там все это было. Действительно, избирались губернаторы. И Татарстан, и другие республики обладали своим статусом. Все это было. Но сейчас этого нет. Но когда мы говорим о федеративном государстве, в истинном понимании этого слова, то, наверное, стоит смотреть не на восток, а на запад. Надо посмотреть, как устроена Германия, надо посмотреть, как устроена Швейцария, надо посмотреть, как устроены Соединенные Штаты. Вот там действительно все эти моменты федерализации присутствуют. И Украина идет своим путем, идет своей дорогой. Украина – своя история. И Украина, она создавалась как единое централизованное государство, такое, как, допустим, Польша или такое, как Франция. Но, в частности, в отношении Донбасса, для того, чтобы найти решение этой, казалось бы, неразрешимой проблемой, Украина готова была пойти на представление Донбассу так называемого особого статуса. Этот особый статус, по сути, означал федерализацию Украины на востоке. И, да, Киев готов был пойти на этот компромисс. Я это очень хорошо помню. Мы это многократно обсуждали в этой программе вместе с Виталием Портниковым. Если вы внимательно слушали наши программы, то вы можете это вспомнить. Ну, а у нас есть еще буквально, сколько у нас есть, 50 секунд. Конечно же, мы к этой теме, и к теме этих переговоров, и к теме этого кризиса, перманентного кризиса в отношениях между Украиной и Россией будем возвращаться. И не позднее, как в пятницу, в рамках программы «Итоги недели», потому что уже в пятницу мы будем знать с вами, в принципе, содержание того разговора, который у нас состоится между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. У меня нет никаких сомнений, что Джо Байден по-прежнему, ровно так же, как и все до него, будет поддерживать курс на территориальную целость и суверенитет Украины. Об этом много раз было заявлено. И в этом контексте и нужно трактовать минские договоренности. Опять-таки, компромисс возможен. Украина проявила добрую волю однажды. Я думаю, что и нынешняя администрация может пойти этим же курсом, при условии, что и другая сторона тоже проявит добрую волю, а не будет стремиться к тому, как они однократно говорили, к демонтажу украинской государственности. На это в Украине, на это в Америке, на это в Европе не пойдет никто. Вот тут и начинается, на мой взгляд, очень важная красная линия. Дорогие друзья, подошло к завершению этой программы. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин